В Кореновске на смену акулам пришли аллигаторы. Речь идет о сверхмощных боевых вертолетах К-52, которые внешне напоминают этих хищников. Сегодня эта российская модель вертолета пользуется популярностью во всем мире и, надо сказать, для этого есть масса причин. Продолжит Вероника Стороженко. С пылу с жару прямо с авиазавода на вооружение эскадрильи в Кореновске поступили больше 10 новых боевых вертолетов. Конкретно Ми-8 и К-52. Последние, их еще называют аллигаторы, поглотили все внимание кубанских летчиков. На таких компактных и при этом мощных машинах наши еще не летали. Документы на управление новинкой получили лучшие пилоты. К-52 модернизированный К-50. Российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. С 2008 года собирают в Тульской области и оттуда поставляют во все регионы страны. Усовершенствованная модель менее заметна для радаров. Лучше стали и аэродинамические характеристики. Также на вертолет установили новейшее радиоэлектронное оборудование, а в кабине теперь два пилота. Новенький К-52 двухместный. За штурвалом командир вертолета и летчик Штулун. Кстати, я сейчас нахожусь на месте последнего и мы летим. Правда, на земле. Это боевой тренажер нового образца. На нем авиаторы осваивают поступившую технику. Евгений Викторович, расскажите, насколько сейчас реалистичен наш полет? Данная модель тренажера позволяет отрабатывать все виды полетных заданий в различных условиях обстановки. Днем, ночью. Вот это мы сейчас вам можем продемонстрировать вплоть до боевого применения. Можете сами попробовать. Давайте. Давайте. Вот перед нами цель. Корабль. Прицеливаемся. Цель поражена. Этот аллигатор может уничтожить не только корабль, но и противников в небе. Под крыльями управляемые ракеты, а в пушке с лазерной системой наведения боекомплект на 500 выстрелов. Разгоняется этот летающий танк до 350 километров в час. Но главное его преимущество, перед которыми меркнут все собратья, это единственный в мире вертолет, в котором есть система катапультирования. Я пристегиваю плечевые ремни, поясные ремни. И затем, в случае нештатной ситуации, летчик дает экипажу команду на покидание. Происходит отстрел лопастей несущего винта, отстрел остекления кабины и вытяжной фал вытягивает экипаж из кабины. Однако за всю историю существования вертолета Камова никто из российских воздушных бойцов катапульту не применял. Разве что в компьютерных играх. Русский аллигатор пользуется бешеной популярностью среди геймеров. Настоящие же летчики с новой авиатехникой играть, конечно, не собираются. На переквалификацию у них есть три месяца. Юго-западное стратегическое направление – это очень важный элемент для обеспечения безопасности нашей Родины, Российской Федерации. Вертолеты выпускаются сериями. То есть, типа один и тот же, но от серии к серии. Производится улучшение технических характеристик. Эти вертолеты, я так понимаю, доведены практически до совершенства. И я очень надеюсь, что мы успешно их освоим уже в ближайшее время. К-52 уже участвовал в реальных боевых действиях. Его опробовали в Сирии. Там винтокрылый доказал, что готов к полету и бою в любых метеоусловиях. Причем и днем, и ночью. Даже был случай, когда вертолет продолжал выполнять боевые задачи после того, как ему оторвало хвост. Кореновских пилотов сверхмощная машина ничуть не пугает. Наоборот, появилось невероятное желание скорее приручить железного аллигатора. Вероника Сороженко, Самир Гачаев, Кубань, 24, Кореновский район.